Всем привет! Сегодня будем собирать новый пушечный аппарат. Это XGZ MB-300. Говорят, что прям замечательная техника. Мы сейчас ее распакуем, посмотрим, покрутим, поверьте, не вам покажем. Ну вот, друзья, распечатали мопед. Я накинул перья пока, только наживил. Вот так он выглядит. Цыганская вилка, цыганская цепа. Раньше только цепь была, сейчас вилка тоже цыганская. В комплекте что идет? Втулочки, даже пару литров антифриза, чтобы сразу заполучить. Все. Пиздец. Хуй не хуй, ты сказал. В комплекте что идет? Набор пластика, там втулки, болты от прогрессии и бонус 2 литра антифриза. Руль, ручки, не ломайки. Амортизаторы отбой и сжатия, как передние, так и задние. В принципе, стандартная нормальная комплектация. Ничего такого нищебродского нету. С виду неплохой мопед. Полезли дальше. Ну вот, ребят, закинули колесо, сняли сидушку, чтобы подключить аккумулятор. А тут обнаружилась такая штука. Плюсовая клемма. Все окей. Минусовая клемма. Чуть-чуть не хватает. Сейчас снимем бак. Посмотрим. Скорее всего, где-то лишняя стяжка. Но это мелочь. Это не проблема. Итак, что мы видим? Провода в этом месте зажаты. Весь пучок у нас туда уходит. Там тоже все зажато. Сейчас мы это все расцепим. Перепроложим. Нормально проводку. И будет все хорошо. Как и у всех в штатной проводке, идет колодка для приборки. Итак, вот. Нашли мы массу. Перепроложим правильно. Теперь, что мы видим? Что у нас она достает. Но не нравится мне, когда проводам натяг. Прям вообще терпеть не могу. Еще одну стяжку уберем. Привет, Передаш, производителям. Привет, производителям. Братьям-китайцам. Они надеются, что они нас смотрят. И исправят. Да, конечно, исправят. Сделают еще хуже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Хотелось бы обратиться к нашим друзьям-производителям данной техники. Нужна фара. Вот вы делаете штыки, все, вся проводка, она есть, а фары нет. И еще немаловажный момент. Нету мотосчетчика. Счетчика моточасов, другими словами. Он нужен. Как проходить ТО? Если нету прибора, панельки вот этой, не можем отследить километраж. Не можем отследить моточасы. Записывать только остается. Хоть бы блокнот тогда прислали. Итак, ребят, давайте подытожим. Мопед мы собрали. Что самое главное в любом мопеде, это, конечно, его мотор. Мы имеем 174-й мотор с башкой 300-й на водянке с балансирным валом. Регулируемая подвеска. Отбой, сжатие как спереди, так и сзади. Плюс есть дополнительное отверстие. Можно опустить амортизатор на низкого райдера. Хочется отметить подножки. Хоть они вроде с виду такие неказистые, но поверьте, они очень цепкие. Прям цепляются за подошву. Будь здоров. Теперь по недочетам. Отсутствие фары. Раз. Отсутствие счетчика моточасов. Это два. Резина. Это три. Конечно, не андуро. В лес за грибами ездить можно. Лапка тормоза. Слабое звено. Это четыре. Для эндуро она уже заведомо обломлена. Любой пенечек, палочка и все. И кабзда. В остальном мопед отличный. Маленько допилить, доработать и пушка-гонка. За эти деньги, ребята, вы такой аппарат не купите. И теперь, после сборки, первый запуск. Попробуем. Продолжение следует.